17 часов и 9 минут в Москве. Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня экономист Сергей Алексашенко. Здрасте. Добрый день, Оля. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Добрый день, Оля. Какие меры в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций, если Россия нападет, в кавычках возьмем это слово, на Украину, и там предполагается отказ в конвертации рублей в доллары и другие иностранные валюты, ограничение, запрет в доступе к свифту и так далее. Что вы скажете, насколько это все возможно? Оль, я хочу сказать следующее, что мне кажется, мы уже все договорились, что Владимир Путин ведет гибридную войну с Украиной и с Западом. И похоже, что в данный момент Запад проявляет свои такие неуклюжие попытки ведения гибридной войны с Россией. Собственно говоря, сегодня вот там уже буквально через час, наверное, начнется встреча, виртуальная встреча Путина и Байдена, и американская страна уже, что называется, заранее предупредила о том, что ей не нравится политика России, военные маневры вокруг, дислокации войск вокруг Украины, и что американская пресса наполнена сообщениями, утечками, знаете, как вот неожиданно разведывательные службы Америки стали таким источником утечек массовых, что вот-вот-вот начнется война, вот-вот, но не сейчас, а через три месяца. Знаете, как Рихард Зорге телеграфирует Сталину. Вот, и, соответственно, американская администрация сказала, вот уже прямым текстом по всем каналам передала в Кремль, что если вы начнете войну, то мы против вас применим санкции. Ну, поскольку в Кремле над санкциями смеются, то американская пресса, я так понимаю, получила карт-бланш на тему того, что выдумывайте, что хотите. Ну, и, соответственно, вот в силу того, что уровень российской экспертизы в американских средствах массовой информации крайне низок, они начали выдумывать все, что хотят. Вот у кого о чем болит, да, вот кто о чем что-то когда-то слышал, и вот начинается вот этот вот набор, ну, совершенно таких, иногда понятные, да, предложения. А вот предложение, условно говоря, там, запретить обмен рублей на доллары, ну, при всем уважении к американской банковской системе, при всем уважении, там, к Белому дому, обмен рублей на доллары происходит на территории Российской Федерации, и Америка ничего не может сделать, чтобы его запретить. Да, ну, то есть, вот вообще, они из штанов могут выпрыгнуть, но сделать это у них не получится. Поэтому, вот я бы к этому относился абсолютно серьезно, спокойно, в смысле, да, вот и без напряжения, что месседж Белого дома состоит в том, что, ребята, не начинайте войну, будут санкции, которые сильнее, чем предыдущие, а дальше, какие, я думаю, что по каким-то каналам, не знаю, Салливан Патрушев или Бернс Патрушев, короче говоря, в Кремле сообщат о каких-то санкциях, которые могут быть введены в отношении России. Но, мне кажется, что цель Путина не начать войну с Украиной, цель Путина заставить Байдена разговаривать с собой, вот, и поэтому я бы тему под санкциями отложил, честно говоря. А можно еще раз такой вопрос, уточнение вам, как экономисту, нет физической возможности, нет способа запретить вот этот вот обмен рублей на иностранную валюту, в частности доллары, правильно я понимаю? Абсолютно правильно, вот, нет, Оль, абсолютно правильно, да, потому что обмен рублей на любую иностранную валюту, он происходит на территории Российской Федерации, да, либо в обменных пунктах, либо через банковскую систему, но вот в обмене рублей на доллары американские банки не участвуют, корреспондентские счета российских банков в американских банках не участвуют, ну, собственно, что далеко ходить, там, я не знаю, в Советском Союзе тоже рубли на доллары обменивались, но точно совершенно там не было ни разрешения со стороны Соединенных Штатов, ни запрета со стороны Соединенных Штатов. Поэтому вот, ну, исходя из того, что вот меры предлагаются такие глупые, я сделал вывод о том, что они предлагаются, ну, такими совсем неофитами, которые вообще ничего не понимают в банковской системе. Понятно. То есть, это говорит нам о том, что разговоры об этих санкциях исходят из каких-то других мест, как вы говорите. А вот эти вот угрозы про свифт и отключение от свифта, вот это же мы слышали уже не один раз раньше. Это более ветериальная вещь, правильно? Оль, я уже несколько раз отвечал на этот вопрос, в том числе и в Эхе Москвы, чтобы вы понимали. Я повторю, нет, 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 давайте я повторю еще раз, да, что, ну, я понимаю, что удерживать всю информацию в голове невозможно. Свифт это система обмена электронными сообщениями между банками о том, что они осуществляют платежи. Это вот мы с вами обмениваемся через скайп, да, разговариваем в принципе, там вот наши зрители в ютубе обмениваются через чат. Можно подключить, не знаю, там, ватсап, можно мессенджер, можно телеграм, можно сигнал и кучу всяких разных каналов связи придумать, да, можно смс-ками обмениваться. Вот, свифт, чем удобен, это единый стандарт, который банки между собой разработали, да, и он принимает, они подписали юридически обязывающее соглашение, и система свифт, эти сообщения, которые приходят, они интегрированы с банковскими системами. То есть, когда вы посылаете, когда один, там, российский банк посылает, там, американскому банку свифтовку, да, то это автоматически отражается в информационной системе российского банка и в информационной системе американского банка. Но после этого в банках, в каждом из них вступает своя процедура. То есть, с одного счета списывается, на другой счет записывается. Но, вот, точно так же, как мы с вами можем общаться, например, ну, вдруг, если, не дай бог, что-то случится со скайпом, вы мне позвоните по телефону, и мы будем с вами общаться по телефону, да. Вот, соответственно, если отключат российские банки от свифта, то российские банки будут общаться с американскими, с европейскими банками через Телекс, через Телетайп, через Факсы и через другие каналы связи. То есть, это все приведет к тому, что платежи будут идти медленнее. Платежи будут стоить клиентам дороже. Но это не означает, что российская банковская система будет изолирована, и что она не сможет осуществлять какие-либо платежи. А способов изолировать российскую банковскую систему и российских потребителей от внешнего мира тоже, получается, не существует? Нет, существует. Существует этот метод, называется, замораживание корреспондентских счетов российских банков в США и в еврозоне. Для того, чтобы российские граждане, российские компании и даже, не побоюсь страшных слов, российский центральный банк и российское министерство финансов осуществляли какие-то платежи в долларах или в евро, они обязательно должны пересылать средства через свои корреспондентские счета, открытые в американских или европейских банках. То есть, если российский центральный банк хочет разместить часть своих валютных резервов или часть денег, скажем, министерства финансов из фонда национального благосостояния и купить бумаги, которые котируются в евро, соответственно, в банке, не знаю, Deutsche Bank, Dresden Bank или еще Societe Generale в каком-то европейском банке есть коррсчет российского центрального банка. И через этот коррсчет российский центральный банк работает. Или банк ВТБ, или банк открытий, или Альфа-банк, или Тиньков. Любой из там 400 банков российских, они работают вот через корреспондентские счета. Вот если корреспондентские счета заморозить, перестать по ним осуществлять какие-то операции, вот после этого там российские банки, вообще ни один банк, ни один клиент не сможет осуществить платеж. Вот это такая вот серьезная жесткая мера, но я сильно сомневаюсь, что американские власти готовы вводить ее когда-либо. По крайней мере точно, я ни разу не слышал, они называют это ядерной кнопкой. То есть, это реально такая полномасштабная экономическая война. Давайте тогда про Байдена и Путина, которые сегодня должны поговорить по телефону, по видео, ну, в общем, встретиться так или иначе с помощью технологий. И многие комментаторы, не очень доброжелательные, пишут, что Путин дожал наконец Байдена, и Байден наконец согласился с ним встретиться. Что вы думаете, кто кого дожал и что ждать? Ну, я не очень понимаю, почему эти комментаторы недоброжелательные. Мне кажется, что сначала Байден дожал Путина, а потом Путин в ответ дожал Байдена. Если мы посмотрим внимательно на выступление Путина неделю назад на вот этом форуме «Россия зовет», и потом на следующий день было вручение послам верительных грамот, то у меня ощущение, что Владимир Путин, ну, он сильно перепугался от той военной активности, которую ведут страны НАТО, летая на самолетах в 20 километрах от российской границы. Ну, вот, и что Путин тут же начал чертить какие-то красные линии, говорить, что вы сюда не ходите, потому что иначе я, не знаю, я за себя не отвечаю. То есть, в моем понимании, это все говорит о том, что Путин вот живет в мире такого постоянного параноидального страха, да, и вот любые военные, ну, вот, в принципе, там никто не запрещает НАТОвским самолетам летать в 20, я не побоюсь, даже в двух километрах, сказать, от российской границы. Они при этом не нарушают российского воздушного пространства, и эти полеты разрешены. Да, то есть, вот, ничего, так сказать, незаконного здесь не делается. И мы помним, что, в общем, и российские бомбардировщики летали, и к берегам Аляски, и пролетали вдоль Великобритании. Ну, в общем, тоже тем же самым примерно занимаются. Да, ну, то, в каком тоне об этом говорил Путин, и то, какие фразы он после говорил, и вот эти красные линии, мне кажется, они говорят о его испуге. Да, то есть, это означает, что сначала вот Байден, ну, хотите Байден, коллективный Байден, или вы американские военные, они вот Путина все-таки, ну, что называется, пробили его слабую точку. Они идентифицировали, что он этого боится, и начали в эту, вот, как это, сыпать соль на раны. Но, значит, в ответ Путин, в общем, он же тоже не первый день в политике. И Байден там 36 лет в Сенате просидел, да, Путин уже 22 года президентом России отработал. Поэтому, в общем, у них опыт такой сопоставимый. Поэтому он вот тоже хорошо понимает, как можно достучаться до Белого дома. Это, значит, нужно взять и кованым сапогом постучать в украинскую дверь. И постучать погромче. Вот, это удалось Путину весной этого года. Помните, когда он начал так очень громко стучать, то как-то достаточно быстро американская администрация согласилась на личную встречу Байдена и Путина в Женеве. Ну, вот сейчас там Путину захотелось еще раз поговорить с Байденом. Тем более, что президент Байден только что разговаривал с председателем Си по телефону, по той же самой видеосвязи. Путин сказал, а я еще хуже, что ли? С ним поговорили. Ну, давай и со мной говори. Потому что нужно все-таки четко понимать, кто номер два в мире, а кто номер три. Путин же хочет, чтобы номером два была Россия. Поэтому, соответственно, нужно подтверждать свой статус, постоянно заставляя Байдена с собой общаться. Но вот оказалось, что стук в украинскую дверь был очень громким. И как-то вот сначала там никто ничего не понимал. И все начали как-то вот бояться российской агрессии. Стали появляться вот эти статьи постоянные, утечки. А потом уже, когда уровень непонимания в американском эстеблишменте достиг каких-то невообразимых пределов, пришлось российскому МИДу сказать прямо напрямую. Слушайте, надо президентам поговорить и обсудить все проблемы. И как-то вот сразу в течение недели договорились, что надо встретиться, обсудить. Поэтому мне кажется, что они достают друг друга. Ну, такая у них работа у президентов. А чего ждать от этих разговоров и кто чего хочет в результате? Ну, смотрите, кто чего хочет, понятно, да. Там Путин хочет, чтобы его первое признали видным политиком современного мира. Второе, чтобы, ну, так, знаете, тут как есть задача минимума, задача максимума. Задача минимума, чтобы просто с ним встретились и поговорили. Уважуху проявили. Ты меня уважаешь, типа. Задача максимум. Да, да, задача максимума для Путина, конечно, она, ну, он ее озвучил, да, достаточно четко и не в первый раз. Дайте юридические гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток. Ну, то есть, что Украина не будет вступать в НАТО, ну, как минимум, там, в те годы, пока Путин будет оставаться президентом России. Чтобы он спал спокойно. Да, конечно, вроде уже это сказали много раз, что Украина не готова, там, еще не сейчас, там, подождите, сделайте то-то и то-то. Это же, знаете как, то, что Украина не выполняет, ну, такой виртуальный, там, отсутствующий пока на бумаге план действия поступления в НАТО, это не означает, что, там, в какой-то момент украинские власти, нынешний президент или следующий президент вдруг не начнет двигаться туда семимильными шагами. Ведь, на самом деле, Украине для этого нужно не очень много, ну, так, да, с коррупцией начать бороться, судебную систему перезагрузить, сделать ее независимой, ну, и, в общем, прекратить как-то давление президента, офиса президента на средства массовой информации. Ну, такая короткая повестка дня, да, да, вот. А там же еще были какие-то всякие военные требования, такие, там, какие-то технологические, там, чего-то надо было заменять, перестраивать. Это все, это все действительно существует, но, с одной стороны, это идет, да, в Украине идет достаточно интенсивная внутренняя работа в украинской армии по перестройке, под многие стандарты НАТО, и здесь активно работают и британские военные советники, и французские военные советники, и американские военные консультанты. То есть, украинская армия, она постепенно перестраивается под эти стандарты НАТО, но все хорошо понимают, да, что в гипотетическом сценарии, что если Украина вступает в НАТО, то ее армия все равно не будет оснащена, там, американским оружием, да. Вот, у нее все равно будет оставаться вот это вот советское или постсоветское вооружение. Поэтому я сейчас про то говорю, что вот Путин хорошо понимает, да, что сегодня Украина, там, не движется в НАТО, хотя требует, чтобы ее туда приняли немедленно. Но, с другой стороны, это движение может начаться в любой момент, и выяснится, что никаких там претензий к Украине нет, что, типа, надо принимать. И он хочет, вот, неудовлетворительно сказать, что, вы знаете, вы Горбачеву устно тоже обещали, что не будете двигаться на восток, но потом свое обещание нарушили, да. Соответственно, вот давайте придумайте, сами придумайте юридические документы, потому что у Лаврова, видимо, это не получилось, у министра иностранных дел России. Вот, ну, это вот задача максимум, да. Соответственно, задача минимум со стороны президента Байдена, это сказать, Володя, успокойся, ну, типа, don't worry, be happy, да. То есть, объяснить ему, что даже если мы тебе юридические гарантии не издадим, то, ну, уж поверь мне на слово, да, что, вот, Украине до НАТО, ну, очень далеко, вот, примерно как от тебя до Вашингтона. Вот, дальше, что, Володя, ну, знаешь, нехорошо стучать кованым сапогом, ты мне спать мешаешь, я уже пожилой человек, мне нужно хорошо высыпаться, вот, слушай, не стучи сапогом, дай спокойно поспать. Ну, а если серьезно, то, конечно, в ходе переговоров уже объявлено, что будут говорить о, там, сближении вопросов в переговорах по вооружениям, да, по всему комплексу, потому что там какой-то прогресс идет, но похоже, что, вот, знаете, переговорные делегации должны получить какой-то пинок. Вот, но это нормально, да, когда они упираются в какие-то барьеры, вот, вот, для этого и существуют, там, президенты, которые должны развязывать такие узелки и давать возможность двигаться вперед. Соответственно, наверное, ну, я подозреваю, что будет обсуждаться вопрос все-таки о восстановлении нормальной работы дипломатических представительств, потому что вот эта ситуация, когда, там, Россия выгоняет, не пускает американских дипломатов, не выдавая им визы, американский госдепартамент требует сокращения численности российского дипломатического персонала, говорит, давайте уравняем, но все хорошо понимают, что, вот, посольства очень скоро могут стать неработоспособными, да, и я думаю, что этот вопрос, ну, они, какие-то предложения, что-то будет обсуждаться, вот, ну, и, естественно, там есть стандартный набор вопросов, там, кибербезопасность, но мне кажется, что, вот, мы об этом немного слышим, похоже, что там какой-то прогресс уже наметился, и, по крайней мере, контакты между российскими и американскими спецслужбами идут, и вот таких вот обвинений в адрес России в последнюю, не знаю, там, пару месяцев уже, уже и не было особо, да, вот, ну, соответственно, и Украина, да, вот, как, такая вот буферная зона, вообще, что там делать, как с ней быть, ну, вот такой вот набор вопросов, коротенький, да. Это будет похоже на очередную перезагрузку? Нет, конечно, нет, конечно, потому что перезагрузка, все-таки, она подразумевала такое полномасштабное обновление характера отношений. Здесь никто не надеется, в данном случае, да, на то, что характер отношений между Россией и США изменится. Достаточно четко понятно, что Россия и США останутся, вот, в нынешнем состоянии военных политических оппонентов, и никакого сближения, ни идеологического, никакого-либо другого, конечно, не будет. Вот, я боюсь даже, что, пока не очень понимаю, но я боюсь, что сегодня России и Америке будет даже тяжело договариваться о совместных действиях, ну, например, о совместной позиции по Ирану или совместной позиции по Северной Корее, да. То есть, вот, вроде бы, в тех вопросах, где у них, у стран есть общее желание как-то вот поспособствовать стабилизации общей успокоения ситуации в мире, мне кажется, что сегодня России и Америке очень тяжело договариваться, и, конечно, там, на перезагрузку, ну, даже близко ничего похожего нет. Тут все пишут про эту странную историю, про шахматную королеву. Вы следите за этим? Я слежу, но мне кажется, что это такой, ну, в общем, он, конечно, с точки зрения social life интересный, да, вопрос, но он не меняет жизни. Netflix в сценарии Королева, да, вот этот шахмат, я не знаю, как он назывался-то, Королевский Гамбит, да? Королевский Гамбит, да. Ну, собственно, там они исказили факты о жизни Нонага Приндашвили. Назвали ее русской и сказали, что она никогда не играла в шахматы с мужчинами. Ну, собственно говоря, вот посток, поскольку Гамбит, да, Швили, она, как хорошо понятно, она грузинка, да, и, в общем, шахматы с мужчинами она играла и достаточно успешно. Нельзя сказать, что она их постоянно обыгрывала, но, в принципе, у нее была большая практика игры с мужчиной. Вот она по этим двум фактам подала в суд на Netflix, что ее, там, оскорбили, потребовала какую-то большую материальную выплату. Ну, в общем, суд идет, и пока, там, следующее заседание 24 января, пока ничего другого не известно. Ну, это же такая выдуманная история, с другой стороны, ведь и американской же не было такой шахматистки. В том все и дело, что история выдуманная, но фамилия Нонага Приндашвили в фильме звучала, и про нее говорили, что вот есть там великая Нонага Приндашвили, но она никогда, русская шахматистка, но она никогда с мужчинами не играла. То есть, вот к этой фразе, которая прозвучала в фильме, и предъявлен, что вот намеренные искажения и, там, ее жизни, и, там, принижение ее достоинств. Ну, это, кстати, обидно, да. Я бы согласилась с Приндашвили в таком случае. Ну, я тоже, я морально ее поддерживаю, тем более, что мне не очень понятна позиция Нетфликса, но могли бы извиниться, да, сразу сказать, ой, извините, там, вот мы для красного словца, вот, хотели сделать получше, ну, типа, возьмите 100 акций Нетфликса, или, там, 1000 акций Нетфликса, и давайте на этом миром разойдемся. То есть, я не очень понимаю, зачем нужно было судиться по этому вопросу. А вот сегодня пришла новость про государственные учреждения Объединенных Арабских Эмиратов, которые с 1 января будут работать 4,5 дня в неделю. И телеканал CNPC говорит, что, по мнению руководства страны, это повысит производительность труда. 4,5 дня. Ну, Оль, знаете, как это, есть ложь, большая ложь и статистика, да, потому что производительность труда в государственном секторе, в секторе государственной бюрократии, ну, это вообще вещь достаточно специфическая. В принципе, государственный сектор, сектор государственного управления является одним из компонентов ВВП. То есть, там тоже, как это ни странно звучит, да, производится часть добавленной стоимости. Но и мы хорошо понимаем, что независимо от того, какой режим будет установлен для государственных учреждений Арабских Эмиратов, они будут выполнять все возложенные на них функции. То есть, вряд ли, там, государственный аппарат Эмиратов будет выполнять меньше функций. Они будут выполнять... Поэтому они и говорят про... Ну, то есть, статистически, да, то есть, статистически это действительно приведет к росту производительности труда. Но там понятно, что от этого Арабские Эмираты не рванут выше, да, то есть, них и объем ВВП не станет больше из-за этого. Ну, это такой, я бы сказал, статистический эффект, который, ну, вызывает улыбку, но не более того. Ну, в принципе, но с другой стороны, да, можно относиться... Я бы относился к этому по-другому, да, это означает, что в Арабских Эмиратах, если бы я эту новость транслировал, я бы ее транслировал по-другому. Мы слишком ценим свободное время наших граждан и считаем, что его должно быть больше. Вот, да, мы считаем просто, что нашим гражданам нужно больше свободного времени для самореализации. И поэтому, начни с себя, государство начинает, вот, давать больше времени для своих работников. Вот, ну, хороший тезис, почему нет? Так, ровно об этом я хотела вас дальше продолжать спрашивать, потому что это же не первый раз мы слышим, когда говорят, что вот это вот 8 часов в день и 5 дней в неделю, такая стандартная, там, плюс-минус норма, это уже давно устаревшая история, которая там сформировалась, не знаю, там, в конце 19 века, в начале 20-го. И, в общем, при современной жизни люди вполне могут позволить себе работать меньше, а больше времени проводить, тратить на себя, там, на свою семью, на свои увлечения, на сон, на отдых, на спорт и так далее. Это как бы такая современная тенденция существует, что подход к количеству рабочих часов должен быть другой. Ну, Оль, мне кажется, что в достаточно большом количестве, там, секторов экономики в разных странах это уже случилось, ну, потому что, там, я из своего опыта знаю, да, что очень часто приходилось работать гораздо больше, чем 8 часов, никакого разговора о том, что у тебя, там, 40-часовая рабочая неделя, ну, там, вести было невозможно. Во Франции, если я понимаю правильно, 35-часовая официальная рабочая неделя установлена, да, поэтому тоже нельзя сказать, что это универсальное правило. Но, опять, мне кажется, что очень большой сдвиг произошел вот за эти полтора года в связи с ковидом, в связи с тем, что люди перешли на удаленное рабочее место, стали работать из дому, и этот дом, вообще-то говоря, находится неизвестно где, да, он может находиться там в 30 минутах езды, а может находиться на другом, на другой стороне земного шара. А может находиться это рабочее место на пляже в Тае просто где-нибудь? Да, да, запросто, да, запросто, но это тоже на другой стороне земного шара. Вот, и на самом деле я сейчас в Америке наблюдаю вот такое вот, как бы, мягкое противостояние сотрудников многих, там, ну, скажем так, исследовательских организаций, которые говорят, что мы опасаемся возвращаться на рабочее место, потому что они вошли во вкус, да, ну, то есть им не нужно тратить час-полтора на движение на работу и обратно сидеть там, каждый день приезжать. Вот есть оборотная сторона, да, что в этих тринк-тенках перестали проводиться очные встречи, очные мероприятия, да, что на самом деле давало там достаточно большую, ну, одна из самых интересных частей их работы. Вот, но в принципе мне кажется, что вот в очень многих профессиях, таких творческих профессиях, все-таки вот это 40 часов в неделю, это, ну, как вам сказать, это уже на нее серьезно никто не обращает внимания, да, потому что я знаю многих молодых ребят, которые, там, людей, неправильно сказать, да, девушек, которые работают в компаниях, и они, не знаю, если компания молодая, растущая, то они могут сидеть на работе и 12 часов в день, и, там, 14 часов в день, и никто их не заставляет это делать. Или наоборот, если позволяют обстоятельства. Вы знаете, это, если вам работа нравится, то вы работаете столько, сколько там вам интересно. Если вам работа не нравится, то вы работаете из подпалки, и, конечно, хотите там провести на работе минимальное количество времени. Поэтому я бы к этому относился спокойнее, но мы сейчас возвращаемся опять к эмиратам, да, то есть вот если бы я там был эмиром, если бы я был султан, да, то я бы, конечно, с точки зрения эмиратов, я бы сказал, что у нас вот не в том, что задача, чтобы повысить производительность труда, а в том, что мы ценим свободное время наших граждан. — Да, это хорошая, знаете, такая пиар-идея вполне себе. Давайте вернемся к Соединенным Штатам и к большой политике. Соединенные Штаты объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине в знак протеста против нарушений Компартии Китая, прав человека. Американские чиновники и официальные представители на эту Олимпиаду не поедут. — Это продолжение всех этих американо-китайских битв, которые возникают то на финансовых, то на политических, то на торговых, то теперь на спортивных полях? — Я бы сказал, что спорт здесь ни при чем, спорт вне политики, и именно поэтому бойкот не затрагивает американских спортсменов. Они все поедут на Олимпиаду, и никто им не будет препятствовать в этом. Мы просто наблюдаем с вами, как бы сказать, такое выявление болевых точек в американо-китайских отношениях. И я опять повторюсь, наверное, я много раз на эту тему говорил, что в Америке, в Вашингтоне сформировался вот такой двухпартийный консенсус, что у США и у Китая разные ценности, разные взгляды на права человека. И что вот эта вот тесная вера в то, что Китай движется в сторону такой, ну, прозападной модели, в сторону ценностей, которые присущи Америке, Европе, в общем, как-то все это дело исчезло. И в Америке постепенно начинают обращать внимание на все проблемы, на все острые углы, которые существуют либо в американо-китайских отношениях, либо те действия, то поведение, то политика, которую проводят Компартии Китая, которые не соответствуют американским ценностям. В этой части, конечно, не геноцидком, правильно сказать, чтобы не обидеть китайских товарищей, то, что происходит в Синьцзян-Уйгурском, притеснение у мусульманского населения, трудовые лагеря, собственно говоря, это выходит на первое. Американцы сказали, что мы не будем больше на эту тему молчать и будем об этом говорить, да, и будем пытаться воздействовать на Китай, донося нашу точку зрения и донося наше недовольство. Ну, вот, собственно говоря, такой дипломатический бойкот Олимпиады это один из элементов такого давления. Второй элемент давления опять, да, то, что сейчас в Америке все более и более активно начинают вводиться ограничения на размещение акций китайских компаний. Потому что им предъявляются претензии в том, что они не публикуют достоверную отчетность или что вообще отчетность не дают. Ну, короче говоря, вот эти проблемы, которые там долгие годы замалчивались, о них вроде как эксперты знали, но все считали, что дайте переходный период и все само собой рассосется. Вот сейчас эти проблемы будут выползать и я не удивлюсь, что вот такие новости о каких-то демонстративных шагах, да, понятно, что там Олимпиаду это не сорвет, да, и американским спортсменам это не помешает участвовать, но зато это прозвучит громко и там могу предположить, что какие-то союзники Америки могут к этому дипломатическому бойкоту присоединиться. Оль, опять, это не остановит Китай на пути движения вперед, да, это не остановит Олимпийские игры в Пекине. Ну, знаете, когда, помните, когда в 2014 году в Брисбене на саммите 20-ки никто не захотел с Путиным садиться за один стол, ну и что, ну как что, вот все это запомнили, да, и все помнят, что вот Путин был нерукопожатным, и он это хорошо помнит. Сказать, что после этого там вот ничего не изменилось, да нет, конечно, и у него в голове что-то изменилось, и у западных лидеров, там, и у восточных тоже что-то изменилось. Но сейчас, в принципе, с ним садятся за один стол, с ним жмут руки, и вот там Байден даже готов с ним встречаться время от времени. Да, но история, тем не менее, про то, как никто не хотел с ним там рядом находиться, она все равно зафайлена, так или иначе, она все равно в его досье этот листочек лежит, да, это правда. Но это все равно получается, что это не некое поднимание градуса между Соединенными Штатами и Китаем, это некая эскалация, и она к чему-то все равно должна в конечном счете привести. Ну, Оль, послушайте, это вот такой, мне кажется, упрощенный взгляд на жизнь, да, что, ну, опять, когда-то к чему-то это приведет, да, просто вот это что-то, к чему это приведет, это может быть наступить через 20, 30, 50 лет, да, и мы не знаем, когда это случится. Ведь вот разговор Запада с Советским Союзом о правах человека начался, ну, не знаю, наверное, где-нибудь в середине 60-х годов, да, в середине 70-х привело к подписанию Хельсинского акта, да, ну, а там во второй половине 80-х это привело к свободе слова. Ну, вот сказать, что там вот прямая такая зависимость, ну, нет, конечно, потому что в конце концов политические изменения в Советском Союзе начались по внутренним причинам, а отнюдь не из-за того, что американцы Запад давили там на советское руководство. Вот, поэтому я бы к этому относился так, что американцы готовы с Китаем, вот, на самом деле, обвинение в адрес американских администраций, что вот, мол, вы вопрос прав человека с Китаем совсем не обсуждаете, вот это там вопрос, ну, теперь, как говорится, все, мы обсуждаем, да, американская администрация сказала, что это будет являться той частью повестки дня, которая у нас с Китаем всегда будет обсуждаться. Ну, вот, например, в отличие от России, да, ну, смотрите, мы с вами начинали с того, что говорили о том, о чем будут разговаривали Байден и Путин, мы там про права человека вообще не вспомнили, да, я даже не уверен, что будет ли Байден говорить про Алексея Навального на этой встрече, да, ну, то есть, вот, Путину удается добиться того, чтобы с ним о правах человека в России не говорили, вот, товарищу Си, это уже не удается, да, с ним всегда будут об этом говорить. Ну, да, понятно, в Москве у нас ужасная история произошла, в МФЦ Рязанский, там человек открыл стрельбу из ГЛОКа, двое погибших, четверо, по крайней мере, пострадавших, люди в тяжелом состоянии, его не стали пускать, потому что у него не было маски, а тогда он достал пистолет и открыл стрельбу, и, в общем, ужас просто. Это прямо кажется, что вот такого уж не было никогда в России, а тут прямо все неустойчивые, так сказать, головой люди как-то списывают какие-то американские картинки, нет? Ну, Оль, это, конечно, трагедия, да, и, там, я сочувствую, переживаю за людей, которые пострадали, родственников тех, кто погибли. Вот, я бы, ну, не стал, первое, не стал делать, конечно, никаких обобщений, вот, из этого, да, обобщения, они проходят на другом уровне. Обобщение, наверное, нужно проводить на том плане, что в России существует очень серьезное сопротивление вакцинации и всем антиковидным мерам, которые, ну, так сказать, являются нормальными для других стран и которые признаны в мире. Они, может быть, не очень эффективны, да, они, может быть, там, они, естественно, не дают вам стопроцентной гарантии, что вы, там, не будете заражаться, они не могут остановить пандемию, но, тем не менее, они замедляют этот процесс, в том числе и маски, да, там, в том числе и какие-то ограничения по количеству людей, которые могут сидеть в ресторанах и так далее. Вот, и то, что российские власти за полтора года, ну, до сих пор не выработали внятные политики, до сих пор не выработали внятные линии поведения, и российская пропаганда, официальная пропаганда с российских телеканалов, ну, в общем, до сих пор шатается и не может убедить население в том, что это правильно. Вот, вот, вот в чем проблема, да. То есть, на самом деле, да, конечно, там, стрельба в МФЦ или вообще стрельба из-за того, что тебя куда-то не пустили без маски или без QR-кода, это вроде бы как впервые. Но вспомните, там, неделю или две назад, там, штурмовали торговые центры, да, там, врывались здания администрации, врывались кинотеатры. То есть, вот эта вот готовность людей активно идти, россиян, да, активно сопротивляться введенным ограничениям, вот, она проявлялась в других формах. Ну, то есть, на самом деле, понимая, что в России количество оружия на руках у населения достаточно большое, ну, в общем, наверное, нужно было ожидать, что, ну, как вот, когда-то, наверное, кто-то случится и такое, да. Поэтому, мне кажется, что вот нужно обсуждать не случай стрельбы в МФЦ, да, ну, и там, последнее, что нужно делать, это, там, в Генеральной прокуратуре запускать проверку всех МФЦ, а еще лучше, там, деятельность МФЦ всех остановить. Ну, просто, чтобы на всякий случай, да, чтобы там не стреляли. Вот, по большому счету, как раз, ну, там, власть должна думать о том, как менять работу пропагандистской машины, да, как добиваться того, чтобы люди принимали эти ограничения, понимая, что это вот действительно ограничения, что они накладываются на всех. Что в маске должен идти не только человек в МФЦ, там, ну, и премьер Мишустин и Диана Заседания, да, или премьер, президент Путин, который идет на публичное выступление. Он тоже должен быть в маске, и он должен показывать пример. А если этого нет, ну, то есть, почему Путину можно, Мишустину можно, там, Лаврову можно, а почему нет, нельзя. Я, это что, тварь, какая там тварь, или право имею, да? Дрожащая, да. Да, вот выясни, выясняется, что право имеет каждый, у кого есть глок, да, или у кого есть сильный кулак. Ну, вот, к сожалению, это так устроено. Сергей Алексашенко в программе «Особое мнение». С вами была Ольга Бычкова. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания.